К другим темам. Более 50 тысяч новых квадратных метров жилья уже осенью поделят между собой владельцы ветхих и аварийных домов. Строительство многоэтажек идет полным ходом в микрорайоне Солнечный 2. Средства на их строительство были выделены из областного бюджета. Сколько человек и когда смогут справить новоселье, узнал наш корреспондент. Здесь можно видеть такой интересный, очень тиректорный подбор. Сейчас у нас есть проектная организация, у них неплохие фасады, и у нас будет хороший проект. И это при том, что жилье в микрорайоне Солнечный 2 будет в большей степени эконом-класса. Оно строится по программе по переселению граждан из аварийного жилья. Шесть жилых домов общей площадью около 50 квадратных метров. Пока 10-этажки выглядят невзрачно, однако уже в октябре этого года их введут в эксплуатацию, чтобы не сбавляя темпов приступить к строительству новых. Мы сегодня дополнительно с учетом помощи правительства, президента, получим миллиард рублей субсидий для того, чтобы их направить в софинансирование региона как раз на это решение вопроса. Это первое. Второе, ожидание жителей, которые уже обозначили, заключили контракты, оно должно быть исполнено. И последующий, что касается до 2017 года всей программы, он так поэтапно в установленные сроки ввода должны жилье вводить и передавать жителям. Ключи от квартир в этом году получат почти полторы тысячи человек. Цифры нуждающихся по области в 20 раз больше. Это почти 370 тысяч аварийных квадратных метров. Чиновники заверяют переселить всех до конца действия программы, а это 2017 год, успеют. В этом году мы строим 50 домов по всей области. Если говорить этот год и сравнить с предыдущими годами, то фактически в три раза увеличен объем ввода в эксплуатацию таких домов, в три раза увеличена финансирование данной программы. Поэтому в этом году она достаточно непростая. Но чтобы на будущее строить, чтобы это нам все построить, мы сейчас разрабатываем долгосрочный план реализации. Мы должны четко понимать, где мы будем строить, кто будет строить, за какие деньги. И уже начинать от строительства, например, для 2016 года, в следующем и в этом году. Для этого уже заготовлена земля. Дальше, в сторону поселка Юбилейный. Там сейчас также активно ведется застройка. В жилом комплексе Изумрудный полным ходом идет строительство. 19 домов разной этажности и планировки. Четыре из них будут сданы в конце 2014-го. Проект коммерческий, не участвующий в программе. Однако стоимость квадратного метра, порядка 30 тысяч рублей, развитие необходимой инфраструктуры делает его социально ориентированным. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.